Привет, друзья! Друзья, сегодня хотел бы я вот такой вот, как бы это сказать, показать вам одного, как бы это правильно хорошо выразиться, одного нетрадиционного мальчика. Ну, проще говоря, дырявый, как говорится просто на родине. В общем, вот это вот чмо, которое любит мальчиков, но не любит почему-то русских и поляков, странно, гей и такой нелюбящий народы, какой-то гей-расист, наверное. Скомментировал мне к видео, все вы помните, было про гомосексуалистов в Испании. Я не знаю, что там не понравилось гомосексуалистам. Я так понял, вообще никто неправильно понял, что я хотел в том видео рассказать. Ишлось в том видео про то, что, я там говорил, что в России, например, или в других странах показывают, что, ну, в странах Советского Союза, Большого, показывают, что в Европе, не в Евросоюзе, одни геи ходят только, да. Я показал, что, ну, рассказал, что нет, что есть они, конечно же, ну, в Испании их очень много, но это не значит, что здесь все тут поголовно, это геи, да. Ну, это то, чмо, короче, комментируют мне. Сейчас я вам покажу нашу переписку, ну, и потом покажу его, как оно выглядит, вот это вот что-то. В общем, так, вот тут этот вот Александр Иванов, да, пишет мне. Испания все правильно делает, а если вам не нравится, то езжайте в свою консервативную Польшу, которая никогда не будет экономической державой, потому что поляки такие же быдло, как и русские. Тьфу на вас. В общем, он всех русских быдлом называет, всех поляков. Ну, я ему отвечаю. Ну, во-первых, я не говорил, что мне не нравится тут жить, а во-вторых, перестаньте ездить в нашу Польшу, а сидите в своей экономической Украине. Тьфу, тьфу, кать будешь на своих родственников. Ну, я что-то подумал, что он из Украины. Итак, Локу, только он на телефон не прыгнул, режиссер главный. Я почему-то подумал, что он из Украины, если он так написал, что про поляков и про русских. Но он мне отвечает. Чему на тебя, упоротое быдло? Не зря вас нацисты убивали. Мало вам. Чтоб побольше вам волынских резни и котыньского расстрела твари и недочеловеки. Вот это чмо в маске. Я вам потом объясню, почему он в маске на фотку. Потому что с таким лицом, как у него, я бы тоже в маске ходил. И вот эта гнида рассказывает про нацистов, про фашизм. Что мало они убивали всех. Вот эта тварь, короче, плюет на своих предков, которые с нацистами воевали. И как-то... Не могу по-русски перевести. На русский перевести. И похваляет то, что была волынская резня, где около 200 тысяч было убито поляков. И котыньский расстрел польских офицеров. Вот эта гнида, которой можно наступить пальцем от мизинца, от ноги, да, мизинцем. Раздавить вот это чмо, что-то там вякое. Ну, я ему тут отвечаю. Слышь ты, Педрило, ты фейтруй то, что пишешь. Это тебе не твой Астрахань. Ну, я уже пробил. Где он в Астрахани живет? Ты общаешься с жителем королевства Испании. Тобой займутся спецслужбы Испании. И им будешь объяснять про нацистов и про резню и расстрелы. Это делается легко, потому что у нас в Испании можно пожаловаться. И такого чморышника найдут за 5 минут. И тогда он будет рассказывать про нацистов. Потому что у нас в Испании тоже был Франко. И все знают, что такое нацист. Ну, в общем, сейчас я вам покажу вот эту вот падаль. Которая вот такой комментарий написала. Закрываем. В общем, на канале YouTube у него вот это вот. Так, Локо Курде. Блин. Вот. Летает мне тут. Так. Я не знаю, что это здесь такое. Здесь вот у него какие-то непонятно что-то. Так, видео. Здесь вот про Путина что-то. Про историю русской песни. В общем, я не пойму, что это такое. Ну, вообще вот. Ну, переходим. После... А, и он мне отвечает. Ай! Курде локо! Гадина кусается. И он мне отвечает на тот мой последний комментарий. Вот это вот. Пойдем. И он мне отвечает. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Та-ра-тан. И, и... И... Иди, комментарий. А, вот. пошел на но в общем я не знаю почему он меня так назвал если он сам такой и вот такой вот чмоты упороты тра-та-та завали мерзота пшиковская явно какие-то проблемы но я можно ничего не отвечал потому что ну я тоже могу заматериться вот он такой клубок матов послать у него прям голова взорвется но мы люди интеллигентные и с такими дурками я просто вам покажу про него кто он и что вообще он сразу же вот у него тут куда можно перейти сразу он удалился instagram куда-то делся instagram я сразу перешел на его instagram и видел там фотки там ужасная фуну короче что вы хотите если и фотки могут быть у педика стопа гена на 100 диспансер в общем эта страничка не недействительная короче недоступная в общем пишется что может быть даже была удалена не знаю чем там сделать с ней в общем нет доступа да перейдем теперь на одноклассники вот это чмо так он должен ходить всю жизнь в такой вот маске покажи что нет фото 40 friends 4216 короче педиков и как он и все четыре пост ладно здесь тоже ничего google на google у него вот этого пока щука это трансы какие-то интересного на фейсбук он тоже короче что-то сделал можно было зайти а сейчас не стоит ша тот речь из обе в общем почему же уже ты ленковый газ страна с видошный тыква для группы отборцев докторой не на ли в общем может быть что могут только смотрите группа отборцев в общем группа тех которые которым я не принадлежу ну конечно педиком не принадлежу ну и вконтакте вконтакте мы можем больше посмотреть на него александр иванов а теперь смотрите да здравствует россия странный какой-то человечек вот это вот потому что там у меня в коментах россиян быдлом обзывал а здесь здравствует россия вот так вот александр иванов день рождения 20 марта 90 года астрахань город астрахань место работы знакомства парней для отношения в общем геевский сутенер сайт какие-то не сайты сейчас посмотрим что у него тут на страничке вот моя история неудачный поход в клуб и таксист гомофоб в учета с гомофобами гомофоб кстати про гомофобов до фобия и когда-то смеялся с друзьями говорю фобе это боязнь гомофоб типа боязнь и гомиков но она правильно говорится типа не любовь гомиков мой канал на youtube буду рад вашим подпискам напискам ты будешь ряд конечно так 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 мальчики то транс и не транс и кто они там вот это еще лава протирать в керчи это чему ответе вот потому она маску носит с такими лицами говорю маску нужно носить в госдоме предложили заблокировать сайт знакомств но для педиков да можно заблокировать так 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 послушаем и сегодня я хочу поговорить про такую тему как основные проблемы гей вот вы знаете вот я вот не понимаю почему он гей и вот такой вот голос используют не-не-не-не-не-не-не-не у нас в испании гей разма разговаривают разговаривают нормальным голосом своим они вот этот не 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 делают я заметил что например в россии то все гомики не знаю специально голос меняют вот это чему видим шапочки красная шапочка ну вот такая вот она непонятно что лаках тихо будет ну поле кто верит в отношении ну ну киромики гомики домики до как-то песни вот смотрите на эту ружину это гнида будет еще что-то там вякать конечно же есть такие богатыри которые сидят на расстоянии где-то далеко за тысячи километров и вот фу блин и начинают там все герои строят да я то да я все ты приди скажи в лицо вот это все что ты хочешь сказать и посмотрим что будет с ним лицом в общем друзья я не знаю переходите комментируйте кто живет в астрахани может вы его знаете может это ваш соседок что спросите его что он там против русских мир ну фу ну блин вот хочется подойти но и не знаю заматериться как бы вот такие вот они агрессивные гомики я думал что что они добрые все гомосексуалисты они видите все злостный что это да вы видели голая фотка да так ладно хватит это садому показать вам и лака это блин хватит этот вот все не знаю мне на инстаграме нет таких фото быстренько придусь я сейчас на мой инстаграм кто еще не подписался подписывайтесь так вот мы инстаграм киркасидиас бывший вратарь реально мадрид так инстаграмчик так вот мой инстаграм вот моя фотка одна вторая это было мне 35 лет недавно вот я маленького себя выставил а вот уже большого в туалет не был вот у нас когда это было первое число 17 градусов вот мой инстаграмчик здесь у меня разные видео есть короткие фотографии разные но и свои тоже фотографии есть у меня здесь в общем такое разнообразие ребята кто не подписан на инстаграм подписывайтесь здесь вы увидите фотографии из масс смотри да например или из других мест куда я езжу разные видео короткие какие-то может смешные не смешные хист истории не знаю русские будут истории там есть такие короткие я снимаю вот я на свадьбе был на свадьбе а насчет того дырявого дырявого дырявый так что ребята вы распространяйте показывайте какие из злостные домики которые верещат на расстоянии что-то там-то я хотел посмотреть как бы он бы мне это сказал лицом к лицу вот он бы стал ли мне такое повторил не знаю был бы было бы из него еще что-то вышло бы или он бы уже вот видите у меня нет никаких фотографий таких голых как у него и кто из нас все у меня здесь культурно красиво разные люблю сам брать кита клипы не вот это вот и кусочки отрезать а а и а а вообще вот как если вы друзья заметьте на моем инстаграме много восточной музыки или клипов это потому что он мне нравится нравится мне наверно из-за того что у меня из родственники из греции у меня там прадедушка по маминой линии из греции и наверное из-за этого мне нравится что-то восточная музыка может быть нравится мне вообще вот в общем реал советский мультик конечно же классика у меня 900 чем-то публикация таких молдаванский клип вот видели такую штучку ну чтож вот так вот выглядит мой инстаграм ну что еще вот единственная у меня раздетая иголка иголка говорю этот фотка диана мой и все и все вот так выглядит мой инстаграм так что переходите подписывайтесь первая фотка на instagram . ну в общем вот так вот друзья хочу что хотелось бы сказать что вот такое вот чмо на который не понимает что такое фашизм просто так оскорбить взял оскорбил и все и типа все нормально я почему-то думал гей они какие-то такие добрые и хорошие а вот это как это злостный российский гей попался нам смотрите которая живет он далеко в астраханина и вот такой вот нехороший да плёко жду ваш комментарий что вы думаете по этому поводу правильно ли было выкладывать это чмо в интернет и надеюсь что кто-то его когда-то научит за фашизм за расстрелы за убийство вот такое вот в общем ребята переходите на мой инстаграм подписывайтесь также подписывайтесь на мой канал не слога будем рады правда руку и хотелось бы узнать еще у вас про то чтобы вы хотели узнать про испании да чтоб я что-то вам снял ну ладно друзья распространяете видео надеюсь вы как-то повлияете на твой чмошника но а мы только с вами прощаемся до новых встреч всем пока только будешь прощаться не будут он очень знает все ребята всем пока глупышка не прислоняйся так близко это улыбка принадлежит только мне